МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, Лама! Добрый вечер! Добрый вечер! Вы по мне соскучились? Да! Добрый вечер! Я хочу сначала поблагодарить всех телезрителей, которые полюбили Ламу, и сказать, что я вас тоже люблю! Лама, и мы тебя тоже очень сильно любим! Спасибо! Нет, мы тебя не любим! Мы тебя обожаем! Обожаем! Обожаю! Спасибо, мои хорошие, спасибо! Уважаемые судьи, как мы выяснили, когда-то Валерия обещала дуэт Лами, но он не состоялся. Обещала, да, правильно. Да, Филипп Киркоров не пропустил на вокальном конкурсе. Не пропустил! Лама сейчас собрала вас всех вместе. Вам не напоминает этот сюжет детективного романа Агаты Кристи «Десять негритят»? А при чем здесь мы тогда с Региной и Ревой, я не понимаю. Эпизодические артисты! Может быть, Ламы тоже у вас рыльца в пушку, значит, где-то перед Ламой. Скажи, Лама, у них рыльца в пушку перед тобой есть? Конечно! Ну-ка, ну-ка, Лама, рассказывай. Давайте исчерпаем этот инцидент. Филипп Бедросович продюсирует клип «Ланы с Валерией». Родригес и Тодоренко будут играть в любовную пару. А бюджет, бюджет, продюсирует бюджет. Какой бюджет, Лама, закладывай? Это будет дешевле, чем пойти в ЦУП. Это классная шутка. Мне нравятся эти условия, которые Лама в шаге. Ну, я принимаю эти условия. А Миросков будет играть бабушку Ламы. Только остается понять, куда мы денем ананас. Ананас будет... На бэк-вокале. Да, он у нас... На потанцовке. Со-продюсер, со-автор напишет текст вам веселый про ананас. Вячеслав, вы свидетель. Я все фиксирую. Ой, у нас много свидетелей. Вся страна. Вся страна, миллионы свидетелей. Можно я узнаю у Ламы? Ламы, подскажите, я пока что теряюсь в догадках, какой у вас возраст, но хочу узнать, у вас есть интернет? Шла десятая передача. Вы поняли. Регина интересуется, есть ли интернет в Ламе, вот там внутри. Нет, нет. Но интернет у вас есть? Конечно. Отлично. Вы комментарии читаете под вашими выступлениями? Все прочитаю. Идеально. Лама очень уважает своего зрителя, это круто. В этих комментариях есть одна из версий правильная? Вы знаете, может быть и есть, только я не увидел. Я... так... Вообще зрители так полюбили Ламу, что я решила, что я не буду снимать маски. Все, я ищу остаться с Ламой. У нас рождение нового артиста Ламы. А я представляю, какие сумасшедшие сборы, гастроли в Сочи выступает суперзвезда шоу-маска Лама. Самое главное, если костюмеры шоу-маска постараются сошьют такой же костюм, можно будет один концерт в Череповце, а второй в Сочи, ребята. А если пять таких костюмов, так это можно одновременно концерт отдавать во всех городах России. А еще, Тимур, на гастролик с Ламой можно будет делать платные фотографии. Да. Которые она сама будет делать. Наша дорогая Лама как Wi-Fi раздаст подсказки о себе. Смотрим. Кстати, у Ламы в задней части хороший Bluetooth. Да. Привет-привет. Ждали свою Ламу, а Лама ждала встречи с вами. Я очень соскучилась. Как у вас дела? Лично у меня на душе весна. Солнце, бабочки, вдохновение. В голове окружат новые мелодии, новые песни. Надо их быстрее записать. У меня вопрос, только честно. Вы правда не догадались, кто я? Ну, вы даете. Руби Уильямс? Максим Галкин? Да я вообще думаю, что это Коля Басков. А не может это Шура быть? Батрудинов, это ты. Верни костюм Ламе. Знали бы вы, сколько мне приходит писем. Хорошо, что я пьючное животное. Иначе не смог бы всё унести. И знаете, о чём меня чаще всего спрашивают женщины? Им интересно, каким шампунем я пользуюсь. Это секрет, девочки. Быть красивым золотистым блондином с дерзким каре. Этот цвет ведь так называется. Не так-то просто. Что бы вам ещё сказать? Вот, придумал отличную подсказку. И я тенор. Согласитесь, эта подсказка значительно сузила круг поиском. Что ещё? Как оказалось, я гений маскировки. И могу перевоплотиться в любого зверя. Ну, есть идеи, кто я? Я даже уже не знаю, что рассказать о себе ещё. Я певец, артист, люблю музыку. Остаётся только показать вам свой ламовый паспорт. Но так ведь будет неинтересно. А знаете что? Внимательно послушайте мой голос. Ведь он – самая главная подсказка. А теперь побежали на сцену. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Оглянись, незнакомый прохожий. Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаём. Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая всё же бессмертна. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали Все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали Лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая всё же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли И одно лишь сумели понять Чтоб себя на земле не теряли И постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая всё же бессмертна. Так молоды мы были, как молоды мы были, Как искренне любили, как верили в себя. Ничто на земле не проходит бесследно. Ничто на земле не проходит бесследно. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренне любили, как верили в себя. О, какая прелесть! Ну невозможно! Ну откуда они это всё придумывают? Как они это всё придумывают? Ой, это невозможно! Она красивая! Браво! 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 Браво – это не то слово! У меня, ты не понимаешь, у меня сердце бьется, но у нас 140 и 200 тысяч. Да. Ну что, ну... Не побоюсь этого слова. Легендарная Лама. Давайте спросим, как зовут юного актера? Как тебя зовут? Меня Лёва. Аплодисменты Лёве. Аплодисменты Лёве, аплодисменты Ламе, аплодисменты Маске, аплодисменты всем, кто придумал этот красивый номер. Ну, Лама, как ты спел? Как ты спел? Спасибо, Филиппин Розович, спасибо. Как я мог куда... Для меня большая честь. Да как я мог куда-либо тебя не пропустить? Что же я за... А вот не пропустил. Вот глухой, слепой. Всё, ухожу в монастырь. Вот давайте сядем, ребята. Ну что, давайте проводим Лёву и скажем ещё раз спасибо в виде вашей головы диска. Лёва, солнечко. Лёва, спасибо тебе. Лёвушка, спасибо. Лама тебя любит. Пойдём, мой дорогой, пойдём. Лама всех любит. А сколько лет Лёвушке, мы даже не спросили. Семени года. Это ваши сын? Нет, к сожалению. Ну, я тоже вот по этому персонажу нашему, по этой прекрасной Маске тоже немножечко подготовилась, поэтому берется чуть-чуть терпения. Я суммировала все подсказки и все наши диалоги с этим прекраснейшим артистом. И вот что у меня получилось. Родился не в России. Мы его спросили в тёплой стране. Он говорит, нет. Ну, потому что он родился в жаркой стране. Носит фотоаппарат, потому что часто делает фото для себя и для своей супруги. Воспитывает одного сына замечательного. Он прекрасный отец. Уже несколько лет предан фитнесу. И сейчас находится в фантастической физической форме. Очень экстравагантно одевается. Он намекал на это нам не одну программу. И связывал это со вкусами Филиппа Бедросовича. Да. Ну и главное намекает нам про консерваторию. То есть понятно, что это певец с академической, очень хорошей академической подготовкой. Намекает на кориду. Соответственно, кориды это отсыл к опере Кармен. А карьера этого замечательного певца началась в Италии. Именно с партии Дона Хозе в опере Кармен. Он пишет стихи, как нам признавался. Не песни, но стихи. Иногда их посвящает своей супруге. Друзья мои, я не знаю, у меня сердце сейчас выскочит просто. Я даже не могу поверить в то, что я сейчас озвучу. Да, да, да. Это Юсиф Эйвазов. Нет. Это с тобой спокойно. Да ладно. Я сама. Представляешь, что со мной творится всю эту неделю? У меня сердце вот так колотится. Я не знаю про все эти истории с дуэтом, с непропуском на конкурсе. Может такое быть? Скажите мне честно. У вас были попытки дуэтов? Ну, прям таких обстоятельств. Ну, понимаешь как? Может быть, много-много лет тому назад, когда, кстати, сказать, может быть, Юсиф и пробовался на конкурс. Ну, это было в самом начале его карьеры. Он, кстати, хотел стать когда-то эстрадным певцом. И после уже... И возможно он был. Возможно. Нет, это не может быть. Он в Петербурге, он поет спектакли сейчас. Ну, вот мне тоже кажется, я слышу его. You raise me up. Это крутейшая версия. Крутейшая. Шла 10-я передача. Да, да, да. Слушайте, а хорошо. Валерия, я не смею вам возражать. Я могу быть и Надеждой Кадышевой. Только запишите со мной дуэт, пожалуйста. Наконец-то. Ой, мама. Ой, так можно же задавать вопросы и просьбы выдвигать. Лама, а спойте на итальянском немножечко. Это только в следующей программе. Ну, подождите. Может, сейчас Лама импровизацию такую. Квидуэрмарэрдучико. Бонжорно, Италия, констагетти. Бонжорно, Италия, констагетти. Италия, констагетти. Бонжорно, президент. О, браво. Филипп Драссович, но я помню, вы в начале второго сезона говорили, что Пинкертон ваш, с которым вы советуетесь по поводу каждой маски, как раз-таки является Юсифа Ивазов. Вы продолжаете обсуждать наше шоу? Тамое смешное, что да. И мы. И я просто не помню наше последнее с ним обсуждение, когда Юсиф с Санечкой были здесь. У них вот эта премьера была. Джакомо Пучино. Я сегодня переписывалась с Юсифом. А я переписывался вчера. Он выложил фотографию. А я позвольте. А может это быть какой-нибудь Ренат Ибрагимов? Он баритон. А, он баритон. А Игорь Гуляев может быть, если мы вернемся к этой версии, что это Игорь Гуляев? Ты знаешь, это, ну здесь выучка, здесь оперная школа. Давайте, вот, нет, пойдем по другому пути. Давайте вспомним других певцов. Не хочу никого вспоминать, но если там Юсиф, это гениально. Есть это, это невероятно. А я сегодня слышал опять, вот несколько секунд, услышал Николая Баскова. Николая Баскова. Я тоже, я тоже. Все мы слышали сегодня. Потому что он аккредитический школа. Так мы слышим его в каждой передаче. Немного Николая есть в каждой ламе. Вы знаете, уважаемые судьи, я заметил, что у Валерии с геометрической прогрессией развиваются детективные способности. Особенно в истории с ананасом, да. Лама, ты сегодня была... Как всегда, легендарный и невероятно. Увидимся все на голосовании. Спасибо тебе, Лама. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok